Попыток не предпринимала, но очень хотела поделиться с девчонками. И ходила когда на курсы, я иногда даже в себе такие силы имела, что мне казалось, что ничего себе, я столько знаю. Ну, как бы я очень много читаю литературы, много читаю и смотрю в том числе канал на ютубе девчонок, очень интересно, что пригодилось ребенку, что не пригодилось, где что купить. И хочу, кстати, заметку сделать, что я живу в Москве. То есть, если я буду называть какие-то, может быть, фирмы, которых у вас в городе нет, да, ну, не обессудьте. Я свой опыт хотела бы рассказать. Вот. И хочу вообще начать с того, что, ну, вводное такое видео будет. В общем, о моей беременности, о моем опыте беременности. Я очень, ну, слава богу, меня токсикоз обошел стороной. Я не знаю, что такое токсикоз. Но у меня было такое немножко помутнение, мне хотелось кисленького, чуть-чуть так воротило, подташнивало. Но каких-то прям таких страшных симптомов и там, ну, о чем вы знаете, кто с этим сталкивался знает. Ничего такого не было. Поэтому это как раз мне и дало такой толчок. Обычно первые четыре месяца все там лежат при смерти. А я в это время, пока еще у меня были силы, и как бы я еще работала активно. То есть, соответственно, у меня и поток тоже денежных средств был очень такой, как бы, систематический. Вот, поэтому я очень много ходила по магазинам. Мне моя мамочка тоже со мной ходила, очень много подружки. Вот, и выбирала, и мне девчонки всякие, когда, ну, все мои подружечки с разных стран привозили какие-то вещички. Вот, то есть у меня, в принципе, такой уже интернациональный гардероб получился. Не очень много, но как бы все, что нужно, я считаю. Вот, и я хотела бы поделиться такими вещами, что, конечно, более уверена в себе, чем сейчас, чем вообще в беременном состоянии. Я вообще, в принципе, достаточно уверена в себе человек. Вот, и работа у меня такая специфическая была, ну, которая мне, наверное, дала в свое время и крылья, и себя, поверить в себя. Вот, и допустим. Сейчас вообще не об этом речь, я уже забыла, кем я работала до этого. Вот. Я хочу сказать, что, ну, конечно, дар просто, от Бога дан дар любой женщине. Ощущать в себе новую жизнь, что в тебе растет новый человек, что на тебя возлагается вроде бы... И ответственность, конечно, колоссальная за то, что как ты питаешься, как ты отдыхаешь, твой режим дня. Ну, то есть полностью ответственность за то, что в тебе происходит. И ты сейчас не просто для себя живешь, как хочешь, а ты живешь для того, чтобы у тебя родился здоровый ребенок, с которым тебе всю жизнь жить. Ну, и воспитывать его, и вообще нести ответственность за его самочувствие, за все-все-все. За то, как он воспитан, какие-то... Потом же и работа над ошибками уже будет у нас, когда им будет по 18 лет, и мы начнем понимать, что мы сделали не так. Ну, это тоже опустим. Хочу сказать о том, что я очень хорошо себя чувствовала, ходила по магазинам, и в целом вообще себя ощущала на все сто. То есть это какое-то чудесное состояние. Что еще хотела сказать? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ноги! За это время я очень глобально подготовилась. Осенью 2013 года я поменяла мебель в своей комнате, но еще когда еще, в принципе, не знала, что мне еще понадобится место для детской кроватки. Ну, слава богу, все вместилось, все как надо, все в итоге, все в порядке. Вот. Очень много к чему подошло. Допустим, кто прекрасно понимает меня, конечно, в жару кондиционер себе поставила, плюнула и в кредитку влезла. Вот. Потом... Ну, то есть подготовилась основательно. У меня есть увлажнитель воздуха, что очень важно. И вот я, кстати, рекомендую тоже журнал «Кроха и я». Часто его покупаю. Это как настольная книга. То есть у меня этот журнал, мне кажется, будет затерт до дыр. Или, ну, я не знаю, где-то заметки надо писать, что ли. Ой, там точно такая была интересная статья. То есть поток информации, конечно, глобальный, просто бешеный. Форумы вообще это бред собачий. Потому что, как бы, там, может быть, не все... Ой, не хочется никого обижать просто. То есть иногда такое впечатление, когда читаешь вот эти форумы с кучей комментариев каких-то таких, вот как будто людям вообще действительно заняться нечем. Просто по всем темам друг друга там еще пылесосят, там, ну, как эти споры. Такое впечатление, что у этих девушек, там, у женщин, это первое, что они вообще делают в своей жизни. Ну, то есть до этого они ничего не делали, вообще палец о палец не ударили. Потом как бы вот так случилось, что они их одарил Бог этим даром. И они вот их продолжают так же вот бессмысленно, безоперабельно, ни на что не... Просто вот какой-то бред нести, друг друга пугать, что от цитрамона у одной ребенка умер от одной таблетки, что этот гинеколог виноват. Ну, то есть какой-то вообще... Ну, то есть вообще, в принципе, конечно, я обращалась. Если у меня какой-то был момент в самочувствии что-то не то или еще что-то, то где-то я могла почитать. Но когда я наталкивалась вот на такой, там, на шесть страниц из-за какой-то чепухи, и вот там от друг друга они там что-то там перебивают, а вот у меня, а вот у меня, ну, ничем не подкрепляя. То есть я все-таки стараюсь каким-то образом какие-то, может быть, научные статьи читать. Ну, или как минимум каких-то врачей, да, опираться на их тоже и мнение. Вот, потом я пошла на курсы, чем я тоже очень довольна. Хотя тоже у меня очень много тут же сразу же из моих подруг очень много было... Ну, и вообще даже не то, что подруг, вообще знакомых, там, включая мою бабушку. Ой, что это за чепуха, какие курсы, мы никто на курсы не ходил и родили сами нормально. Ну, понятно, это вот это мнение, как бы, большинства женщин. Хотя, в принципе, такой подход, именно знание быть подкованной, быть уверенной в себе, идя народой, и знать, к чему ты, ну, что тебя ждет там. Вот, это, я считаю, что это очень-очень полезно. И я сейчас действительно уверена в себе, что вот там на днях может произойти со мной. Вот, да, больно, но а что мне теперь? Ну, как бы, не изучать этот вопрос, чтобы страшно не было, но это же глупо. Ну, как бы, вы понимаете. Вот, поэтому я постаралась со всех сторон подойти к этому вопросу. Много читала, вплоть до литературы, которая уже в более... Ну, которая мне пригодится с года, вот, там по воспитанию, психологии, там очень много всего интересного. И ходила на бесплатные курсы, которые у нас в Северозамном округе сделаны. Это очень полезно. У меня замечательная была Юлия Львовна, психолог, которая преподавала. Ну, понятно, что она, ну, говорила какие-то очевидные, может быть, вещи, да, или которые ты и так можешь, да, и в видеоблоге посмотреть, и какие-то советы там почитать. То есть, в принципе... Но, с другой стороны, когда ты оказываешься, вроде бы... То есть, ну, например, у меня окружение сейчас, все мои подруги уже по двое, там, или по одному, по двое детей. Их грузить каждым, там, по каждому поводу своими вопросами к ним, ну, это тоже, как бы, скажут, Ксюх, ты что вообще, что ли? Ну, почитай! Ну, как бы, мне не хочется просто никого грузить. Поэтому я решила самостоятельно, естественно, изучать вопрос. Сначала я, конечно, много чего послушала, кто мне что сказал. Причем, по ходу, вот, по ходу моей беременности, мое мнение и подход многих, даже моих подруг, очень изменился. Ну, то есть, я совершенно подруга... Сначала я, вроде как, принимала за чистую монету все их советы, да? Ой, а вот там у Маши, а у Тани, а у Юли, а вот и у этой, да? Ну, то есть, когда маме там рассказывала, я говорю, мам, вот это вот делает вот так, а вот это вот у нее, вот, например, ребенок вот это делал. Хотя, опять же, каждый ребенок настолько индивидуален, что даже грудное вскармливание по всем сейчас канонам, да, вроде как я тоже планирую по всем канонам кормить грудью. То есть, по требованию, ну, то есть, вот все вот сейчас новшества вот эти, которые консультанты пропагандируют. Например, я сейчас уже поняла из опыта тех же моих подруг, которые точно, и моей сестры, поняла, что это не всегда правильный подход, потому что дети очень индивидуальные, и потом, ну, очень много хлопот и вообще много проблем могут всплыть, и со здоровьем в том числе, если так делать, а не иначе. Ну, то есть, там очень много всяких каких-то вот там мелочей, которые очень специфические. Поэтому, то есть, что я самое главное поняла, что ко всему должен быть индивидуальный твой подход. То есть, анализ всего, что ты впитала в себя, да, там, подружки, друзья, мама рассказывала, как мы там, да, там, вот у меня там еще старший брат есть, а вот у Илюши, там, да, а вот у тебя. То есть, мы абсолютно двое тоже детей разных. Ну, то есть, каким образом можно за чистую монету принимать ее мнение тоже, да, ну, или ее навязывать, ну, когда она навязывает какой-то совет, если дети все разные, у нее же даже. Вот. Поэтому первый, как бы, такой совет, вот прям глобальный, это делать свои собственные выводы и потом уже, тем более, ну, то есть, читать, ходить на курсы, там, сям, но не принимать все за чистую монету. Потом, что хочу сказать. Ну, и, в общем, это потрясающее время, когда все преобразилось, когда ты на все смотришь другими глазами, вот, когда ты преображаешься. Самое главное, что это, что, ну, меня все пугали, у тебя зубы порушатся, волосы. У меня волосы вообще не вылезают, то есть, у меня, вот, кто видит, у меня вообще как на волос. Может быть, это потому, что у меня мальчик, потому что у всех, у кого девочки были, конечно, они все ходили вот такие, вот, и, как бы, и кожа была плохая, и волосы вылезали, и зубы рушились, там, ну, короче, меня там байками потравили еще, это вообще, ты имей в виду, у тебя скоро сейчас как посыпятся зубы, ну, вообще, там, просто я себя представляла в конце беременности кащеем просто, бессмертирую с три пера на голове. Вот, ну, короче, слава богу, у меня мальчик, поэтому у меня, как бы, и внешний вид такой нормальный, цвет кожи вроде как ничего, ну, то есть, ногти у меня тоже не жалуюсь, то есть, в принципе, и общее состояние мое отличное. Вот, ну, у меня были небольшие сбои там, там, сям, ну, как бы, это совершенно не глобально, никаких тату, все анализы, все в порядке. Следующее, что я в видео в своем расскажу, это, что и где я покупала, именно как я подошла к этому вопросу, и вот, где ткани, где лучше это, где лучше то, по каким, примерно, ценам, ну, то есть, сориентирую для кого-кого интересно, если кому-то хочется убить время и послушать просто опыт девушки, которая еще не родилась, я еще не знаю, пригодится мне это или нет, но в любом случае, там, те же, там, пеленки, там, какая-то одежда и так далее, пригодится всем, поэтому какие-то советы из своей, я просто шапоголик еще тут, вот, поэтому я понимаю, что не всем просто есть время, не у всех, не у всех есть автомобиль, чтобы вот так разъездить, как я, ну, то есть, постоянно туда-сюда и как бы там, ну, это все равно тяжело, вот. Это первое, вот, следующее видео, и еще я хотела бы видео, конечно, о своих творческих исканиях, я вообще творческий человек, и я хотела бы, конечно, рассказать, как меня потянуло в творчестве, как я начала шить, как я, ну, то есть, в общем, я все покажу, это очень все интересно, и не знаю, как смогу ли я или нет, ну, постараюсь рассказать, как я это делала, хотя я вообще даже не могу сейчас описать, на самом деле, насколько это меня просто нахлынуло на меня, никогда в жизни не шило, клянусь. То есть, в последний раз фартуки и эти, юбки, когда мы в школе, все помнят, наверное, на труде, это шили. Ну, то есть, там, ксикость-накость, там, как-то, то есть, что-то такое. То есть, абсолютно. А швейная машинка была у нас, потому что родители в то время еще на руках труда в 97-м году или в 95-м еще были в надежде на то, что я этим увлекусь. Но я этим не увлеклась, я не очень усидчивый человек. А тут, как бы, ну, много времени, тем более, когда жара была, времени дома проводишь, и, как бы, хочется что-то творить. Тем более, своими руками для малыша это всегда приятно. Вот. Ну, и потом я еще подумаю, какие еще видео я хотела бы. У меня очень много информации, на самом деле, и про дыхание, и про то, и про сё. Потом, конечно же, я расскажу еще, когда рожу, что мне пригодилось, что нет. Потому что, вот, у меня три баула с вещами в том числе. Я знаю, что таких видео очень много. Вот. Что мне пригодилось, что нет. Ну, и, как бы, поведаю миру, каково быть мамочкой. Нет. Допустим. Отлично. Продолжение следует...